Об этих останках человеческих, об поклонении им, об использовании в богослужениях, это все пришло из языческих корований. Вы скажете, как такое могло получиться? Через сто лет после того, как церковь вышла в Полье, пришли такие мерзости, даже чуть меньше, чем сто лет. Как такое могло произойти? Через восемь лет такое могло прийти. Как такое могло произойти? Дело в том, что, опять-таки, согласно истории, когда, помните, я говорил вчера, Константин когда легализовал церковь, да, и вышли из-под поля большинство христианских общей, то обнаружилось, что до 10% в городах населения это были христиане. Вы знаете, в 30-е годы, буквально через 15, после этого, этой легализации, количество христиан в империи было уже свыше 90%. Как? Ну, вы не радуетесь таким большим цифрам. Знаете, когда, ну, не знаю, когда такие большие показатели, то мы можем засомневаться в истинности вот этих цифр. Друзья, но на самом деле больше 90% населения себя называли христианами в то время. Буквально через 15. Как так произошло? Константин и потом уже его дети, они проводили такую политику. Они решили всю империю сделать христианской. Сделать одну религиозную структуру такую по всей империи. И, допустим, сделали такую систему добровольно-принудительной. Если, допустим, человек, он не принимал христианство, его увольняли с работы. Если он занимался бизнесом, его душили налогами дополнительными. Если он был чиновником, он лишался портфеля своего. И если он имел детей, то он не имел уже права, его дети не имели права на образование. Если он устраивался на работу, ему давали самую грязную работу. Это было оговорено все. И, конечно, люди как-то выкручивались, конечно. Большинство населения принимало христианство, новую религию. Но они все равно оставались такими же невозрожденными людьми. Были те, конечно, священники, были те пастыря, которые противостояли этому отступничеству. Но их называли диссидентами уже, раскольниками, сектантами. Это было движение очень известное. Одно из самых известных движений таких реформаторских того времени, это было движение донатистов. В особенности сильным это движение было в Северной Африке. И там оно и зарождалось. И там оно существовало, собственно, долгое время. Так вот, донат, это был африканский пастор, африканский епископ, архиепископ, который не послушался Константина в вопросах внутрицерковных, административных. И он отказался, и группа епископов вместе с ним, они отказались признавать тех служителей, кого ставил Константин в цеплях, которые явно были невозрожденными и далекими от веры. И они отказывались принимать их в общение и говорили, что нет, это уже не то христианство, которое мы знали сначала. И с донатистами вначале пытались по-хорошему говорить, потом по-плохому начались гонения уже со стороны христианского правительства. И донатистов истребляли и по Северной Африке, и в 5-м, и в 6-м столетии очень много было репрессий. И тех христиан, которые не принимали государственные уже структуры, их казнили, с ними расправлялись. И это были донатисты, донатисты, донат, донат великий. Друзья мои, дальше. Дети Константина и его преемники дальше, они эту систему вообще довели до безумия, настоящего безумия. Слушайте, даже ввели смертную казнь за отказ принять христианство. То есть вначале было так вот добровольно принудительно, а потом уже полностью принудительно. И казнили тех язычников и тех евреев, которые отказывались принимать христианство. И, к сожалению, отступнические постарядки, епископы и священники в официальной структуре государственной, это все одобряли. Не все, конечно же, были и в официальной церкви, были порядочные люди, были те, кто даже протестовал против этих вещей, но все равно их голос умолкал в хоре гигантском, именно этого отступничества. Друзья, вот это учение, оно пришло, опять-таки, из языческих учений. Учение о мощах в церкви, о останках человеческих, пришло из языческих учений. То есть произошло такое слияние, слияние христианства с язычеством. Здесь не видно, здесь черепа в колбах для поклонения. Это фрагменты, это снимки сделаны в Киеве, Печерской лавре. Слушали я такой, наверное, да? В Киеве есть Печерская лавра. Это очень крупный монастырь. Лаврами называют в православии крупные монастыри, большие монастыри, имеющие такое стратегическое большое значение. Так вот, там есть пещеры. Это все картинки из... Да, это все фотографии, сделанные вот там, в этих пещерах. В этих пещерах ниши, в этих нишах проживали монахи. Здесь в гробах лежат останки, либо кости, либо полностью сохранившиеся. Здесь висят в изголовье портреты этого монаха, ну, или предполагаемые портреты. Так вот, и дальше... Вот еще мощи. Их много. Их много, да. Этих останков. Видите, целая галерея, вот она. Целый коридор. Идем, 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 идем туда. И заворачиваем. И, в общем-то, есть ближние пещеры, есть дальние пещеры. И все. И там проживало множество монахов. Одно время там проживало около ста монахов под землей одновременно. Большие пещеры. Археологи доказали, что некоторые из этих пещер были вырыты еще за тысячи лет до Рождества Христова. То есть, эти пещеры использовались еще языческими религиями, древними славянскими религиями для своих мистерий, для оккультизма. И, в общем-то, монахи поселились там и расширяли эти пещеры, углубляли их, вырывали новые пещеры и жили там. Некоторые монахи проживали там постоянно. И, то есть, они не вылезали даже на поверхность. Один из этих монахов, если я не ошибаюсь, я сейчас, он больше 30 лет вообще не появлялся на поверхности земли. Он жил как крот или червя какой-то, жил там под землей. И, конечно, это безумие надо было кому-то остановить, но в официальной церкви это считалось даже добродетелью. И многие люди, вот если бы вы спросили тех монахов, которые покоятся здесь, когда были живы еще эти монахи, спросили бы их, друзья, зачем вы это делаете? Зачем вы живете в подземелье? Зачем вы остаетесь там жить? Или же вылезаете только лишь изредка и питаетесь так скудно? Они сказали бы, что спасаем свою душу. Или же, обычно говорили, ради спасения души. Они считали, что, они так были научены, что они в этих пещерах для того, чтобы спасать свою душу, для того, чтобы вымаливать своих умерших родственников, для того, чтобы молиться за живых родственников и так далее. То есть, спасать душу и души. И под землей они страдали. Они очень жестоко страдали. Вскрытие этих мощей производились в 20-е годы киевской судебно-медицинской экспертизой. В то время, когда лавра была на некоторое время закрыта, медики имели доступ к этим останкам. И они производили вскрытия. И эти вскрытия, я читал репортажи об этих вскрытиях. Это были публикации в киевской прессе, в киевских газетах, журналах. По случаю 80-летия со дня основания киевской медицинской экспертизы. Так вот, и в этих отчетах, подробных отчетах о вскрытиях, врачи констатировали очень страшные вещи. Оказывается, во-первых, вот эти монахи, которые сохранились полностью, как бы засохшие такие. Я не помню, есть ли фотографии здесь этих мощей? По-моему, нет. Нет, тоже не то. Были у меня фотографии еще, там где были видны руки, прямо засохшие такие, скорченные, и части черепа. Вот, то есть, они как бы при жизни, оказывается, уже окаменевали. Даже при жизни. То есть, монах еще был живой, а его ноги, руки, там, конечности уже были каменные. То есть, это страшная вещь. Это самоубийство добровольное, медленное самоубийство. Человек питался очень скудно, лишь немного хлеба и немного воды. И все, больше ничего. Вот весь рацион. И эти люди, самое интересное, они как самоубийцы, только медленные самоубийцы. И самое интересное, они умирали, оказывается, от одного и того же. То есть, вскрытие показало, что у всех сохранившихся мощей, то есть, медленные объяснили, почему они засохшие, почему они нетленные. Нетление объясняется очень, оказывается, просто. Во-первых, рацион у него питания. Представьте, в последних, допустим, 30-40 лет своей жизни он питался лишь скудно. Немного хлеба и немного воды. И медленно себя превращал в камень, просто-напросто. Во-вторых, тем, что десятилетиями порой они жили под землей. В таком жутком состоянии. Они себя уже сами сделали камнем и землей. И третье, что причиной их смерти оказывается одна и та же. Разрыв сердца. При том, что сердечные ткани, когда обследовали медики, они убедились, что сердца были здоровые. То есть, они не переживали перед тем инфаркта, инсульта. Сердца были здоровые. И лишь одно объяснение было у медиков. Состояние крайнего испуга. Психиатр, один врач, писал киевске в то время, что невозможно человека, прожившего 30 лет под землей, испугать. У него психика уже другая, у него мысли другие. И его невозможно напугать даже большим шумом сильным. Невозможно его резко, крикнув, напугать его. Он уже притуплен, он мыслит по-другому. Он теряет ориентир в пространстве, во времени. И лишь одно объяснение возможное, почему сердца и хазарова, почему был сильный испуг. Влияние демонического мира. Лишь одно возможное объяснение остается. Влияние оккультных сил. Ведь человек, надеясь на самоправедность, на спасение своими вот этими самоумерщивлениями, и на спасение через это страдания всех своих умерших родственников, и других, за кого он там молился, допустим, кому ему давали, за кого ему давали, повелевали молиться порой. Друзья мои, это все противопоставление Христу было. Реальный путь спасения, он не таков. Иисус никогда своих учеников не загонял в такие пещеры. Никогда. Пещерное христианство, это выдумка человеческая. Библейское христианство, оно утверждает, евангельское христианство утверждает, на основании слова, что возмездие за грех, это да, это смерть. Но дар Божий, жизнь, а дар Божий, жизнь вечная, во Христе Иисусе, Господе нашим. Никто из нас не сможет заработать свое спасение, даже если мы вообще не будем кушать, и убьем себя голодной смертью. Даже если мы зароемся вот это вглубь земли, в самую глубокую шахту спустимся, именем там жить, это нас не приблизит Богу ни на один шажок. Нас приближает к Богу лишь покаяние и признание Иисуса своим Господом и Спасителем. Лишь кровь Иисуса стала этим мостом, по которому мы можем пройти мимо этого ада, минуя ад. Друзья, и подмена очень страшная произошла, и теперь останки этих людей, несчастных, глубоко несчастных людей, обманутых дьяволом и человеческими структурами, учениями, лжеучениями человеческими, эти тела, обманутых при жизни христиан, или же людей, называющихся христианами, точнее, они теперь лежат там, в этих пещерах, и многие люди, называя себя христианами, обманутые дьяволом, они спускаются в эти пещеры, идут по этим пещерам, прикасаются, целуют эти гроба. Здесь есть невидные люди, но у меня были снимки, но их здесь нет сегодня у меня, где наглядно показывают, как люди целуют эти гробы, на колени становятся, и я одно время посещал эти пещеры, не с целью, нет, 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 я не поклонялся уже тогда этим вещам абсолютно, нет. Я приводил туда на экскурсию студентов библейского института, вот, Иисуса Навина, другие библейские школ протестантских, и, вы знаете, я показывал им это, мы выходили на поверхность, и мы молились, и я видел, что молитва этих людей, она менялась. Они знали, как нужно молиться, за что нужно молиться. Они понимали ужас религиозных заблуждений, и мы говорили Богу, это не должно повториться. И я говорил, друзья, моим братьям и сестрам, членам протестантской церкви, я говорил, да, конечно, сегодня дьявол не может вот так тупо обманывать уже христиан, чтобы загнать их в пещеры, хотя, может, кто-то и загоняется в пещеры, я не знаю, есть такие отдельные личности, наверное, но уже нет такого повального явления в монашестве. Сегодняшние монахи, они туда по эти пещеры еле пролезают, они, довольно-таки, уже другие, они себя уже измождают, свою плоть по-другому уже, излишними, значит, этими калориями, там, так далее, измождают свое сердце, значит. Но, друзья, но, даже если в пещерах часто не проживают, все равно, дух тот же. Дух антихристов пытается загнать в пещеры какие-то, даже протестантские, и ванности христиан, и те, кто изучает Писание и доверяет Библии, какую-то духовную пещеру загоняет, как бы самоизоляция, самоправедности, самоспасение такого. И, друзья, это обман. Иисус никогда не имел такой стратегии для церкви. Прятаться по щелям, как тараканы. Он никогда не имел такой стратегии для своего тела. Иисус уединялся, да, постился сто процентов, Библия об этом говорит. Он был в пустыне, да, но, слава Богу, он там не скончался. Слава Богу, он выходил из пустыни для служения. Он никогда не оставался в пустынях пожизненно. И своих учеников отправлял на молитву, на уединение. Сам пример подавал, неоднократно молясь Богу, молясь, пребывая порой всю ночь в молитве, но он спускался с горы и шел к людям. Друзья, и ученикам своим он дал повеление идти проповедовать Евангелие и жить в этом мире, но быть сохраненным от зла. Именно об этом он молился в 17 главе Иоанна. В 17 главе Иоанна первосвященнической молитве Иисус молился. Не молю, не молю, говорит, чтобы ты взял их из этого мира, но чтобы сохранил их от зла. Аминь. То есть Иисус, он как бы провидя то, что многие его последователи будут подвергаться может быть таким искушением, обольщением, закрыться, уйти из этого мира, вообще, громко хлопнуть дверью, спрятаться, скрыться. И он поэтому говорил, не молю, я их не поддерживаю в этом рывении, не молю, чтобы ты взял их из этого мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть, ты будешь в этом мире и оставаться будешь в этом мире. Ты в обществе будешь оставаться до самого последнего своего дня, но ты будешь сохранен от зла. Никакие стены монастырей не смогут закрыть тебя от греха. В этом монастыре, в Печерской лавре, Киевской лавре, есть останки одного монаха. Я просто пример приведу сейчас. Трагичную судьбу. Этот человек, он был научен, что он не должен жениться, он должен оставаться безбрачным, и он должен вот таким образом самоумерщивляться. Но ему очень хотелось жениться. И каждый раз, когда его это все одолевало, вот он говорил, ребята, закапывайте меня быстрее под землю. Его закапывали, оставляли только лишь одну голову на поверхности земли. Вот. И держали таким образом его месяц-два, допустим. Потом выкапывали. С него на какое-то время сходил этот пыл. Потом снова, ребята, снова закапывайте, пожалуйста. И представьте, он дошел до святых волос. Его закапывали и выкапывали. Всю его жизнь. Закапывали и выкапывали. И уже стариком уже. Он говорит, ребята, закопайте меня. Я, говорит, не могу. Я, говорю, сейчас убегусь бы на старик. Его снова закопали. И так он и скончался. Лишь одна голова на поверхности. И все остальное тело под землей. Друзья, он пытался бороться всю жизнь самим собой. Он не понимал. Писание, где говорится, если бы ему, тогда бы Библию сказал бы, дорогой друг, ну, нехорошо бы человеку одному на земле. Иисус, он говорил так, что его ученики некоторые будут такие безбрачные, оставят это все и не будут даже в семейной жизни. Но он сказал, кто может вместить да вместе. Есть ковцы, которые от рождения такие. Есть отдельные личности. Может, на миллион один, может, мужчина такой, есть такой, который вообще, ну, ему все равно вообще женский пол. и мужской, он такой. И есть, значит, такие, которые просто по травме, допустим, травма производственная и там, или что-то не дышался и так далее. И, значит, Нобольф поработал хорошо, значит. Вот, значит, все, монах, монах, все, по жизни монах, оно есть ради царства. То есть, ну, отдельные личности есть такие, которые ради царства. И то, я так считаю, это не пожизненно вообще. Вот, как Павел, допустим, да, апостол Павел, Шауль, значит, он, апостол Павел, он оставался одним. Ну, 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 сто процентов он был женатым перед тем. До того. Но мы не знаем, что было в его семейной прежней жизни. Может быть, это была трагедия, может, там какая-то катастрофная, ну, может быть, жена умерла, всякое бывает. Но, он учился, он был фарисеем, во-первых. Фарисей, он не может быть неженатым. То есть, ну, это сто процентов. Его бы просто-напросто в этом направлении не приняли бы. Потому что в понимании фарисея и вообще, в арталлоксальном иудаизме считается, что человек небрачный, он неполноценен еще. У него нет целомудрия, правильного взгляда на мир. И лишь он, когда в браке, он имеет правильный взгляд на мир. И до глубокого изучения Тора его не допускали бы никогда, если бы он был бы безбрачным. Вот, в иудаизме. Тем более, он признал, что он учился у ногамалиила. А у ногамалиила, поясняя, что такое, допустим, гамалиил, ну, или любой другой ребе, учитель, у него есть свои ученики, а быть у ног, это значит, быть первым его учеником, ближайшим учеником. Так вот, быть ближайшим учеником гамалиила, он не мог быть безбрачным. Просто, не мог. Его богамалиила не допустил бы никогда к себе, даже близко. Значит, друзья мои, так вот, вероятно, он был, вероятнее всего, он был, таки, женатым раньше, когда-то, но потом остался без жены и уже не искал жены себе, он остался таким, как и есть. Остался безбрачным. И он говорит, что я хочу, чтобы вы были, как я. Пожалуйста, если и что-то случилось, не ищи. Ну, если не можешь, то женись, значит, там, чтобы не давать место дьяволу. Друзья, монашеского полно всяких трагедий человеческих, судеб разбитых. И, и сегодня, кстати, это продолжается, но не в таком виде. В пещерном монашеске сейчас, слава богу, уже нет. Хотя, вот, в Карпатах, на Кавказе есть отдельные монахи, я слышал о них, я не видел их, я слышал лишь о них, что проживают где-то в пещерах, в скалах прям. Но, если это есть, то это лишь отдельные монахи, это не общее такое явление вообще. И сегодня монашство, оно совершенно другое. Но, сегодня, как бы, другая крайность такая. Если раньше себя монахи истощали, то сегодня себя, они насыщают, объедают, еще хуже получается. Вот, и, как бы, не пойму, как бы, из-за той крайности в другую крайность идут люди. Вот, и, если раньше подземь разжировались, то сегодня пенофилия, бомосоциализм, лесбиянство просто процветают пышным цветом. Значит, и другие извращения всякие, вот, скаталожества и так далее. Значит, и, и, почему? Из-за того, что монахи, монашки праздные, не работают фактически, если работают, то не так, как в нашем понимании работают, значит, вот, и, ну, послушание, дрова рубят, что значит, но, но все равно, значит, праздный хлеб очень многие едят. Значит, и, когда проходят послушание, они монашками становятся уже, полноценными монахами, вот, то они уже оставляют это все послушание фактически, и они уже, ну, в другом служении. И праздность это, и праздный хлеб, он просто подпитывает, вот, вот, это их непохоть и так далее. Вот, и монастыльская стена не отделяет человека от греха. Кстати, вот, я говорил, помните, что престолы, они отделены иконостасами такими, да? Знаете историю, как они появились, эти иконостасы? Оказывается, ну, есть разное объяснение, но чисто практически, оказывается, были такие моменты, что, их поставили, чтобы священники не отвлекались на прихожан, особенно на прихожанок, вот, и чтобы молились. Вот, в житиях святых есть такие моменты, допустим, у Василия Великого, у еще одного из отцов церкви, конца 4-го столетия, есть такие моменты, однажды Василий, он молился, и у него была проблема, очень серьезная проблема, я считаю, духовная такая, он каждый день видел сходящий огонь, на хлеб и вино, и видел ангелов, если духовный мир он видел каждый день, и потом так отчетливо, то считаю, большая проблема духовная у этого человека была, и он был зависим от этих видений, самое главное, самое страшное, он был зависим от этих видений, он руководствовался именно этими видениями, но, друзья, если любые видения, там, так далее, я не против видений, и Господь дает, я знаю, верующие видения, но это не так, это не является руководящим, это не является, направляющим нашей жизни, это не является фундаментом нашей жизни. Если вера строится на этих вещах, на всяких видениях, привидениях, то это вера она, ну, гроша ломаного не стоит реально, на проверку. Потому что вера она от слышания. Самое интересное, не от видений чудес, не от созерцания духовного мира, не от мурашек по коже, не чего еще нужно, ну, так далее. Нет красивых куполов, нет кадилов, там чего-то еще. Вера от слышания Божьего Слова. Аминь. На самая истинная вера, которая Божья, я имею в виду, не в человеческом понимании, а в Божьем понимании, она строится на основании Божьего Слова. И Божьим Словом созидается. Аминь, друзья. Это только так. И поэтому Василий был в зависимости от такой оккультной. Я когда читал его жизнь, я видел, что реально он попал в обольщение через монашество как раз. Ну, это отдельная история. Ладно. Так вот, однажды он они, ну, он там и группа священников других, они молились за хлеб, вино. И вдруг Василий, что я огня не вижу, почему-то нет огня, и все. Что вы будешь делать с этим? Нет огня. И он стал, значит, как бы узнавать, почему же нет огня. И он обратил внимание на одного батюшку, который, значит, там, окажется, не молился, а одну прихожанку просил рассматривать. Ну, батюшку, вывези отсюда отца, его вывели, и огонь пришел. И знаете, какой вывод сделал этот Василий, и похожие были ситуации с другими отцами? Они вывод сделали следующее, что нужно священникам закрываться иногда, во время этой молитвы, и потом открываться. Потом придумали целый иконостас, перегородку. Целую перегородку. Но я вам скажу из практики, что перегородки вопрос не решают. Вообще, для этого батюшку надо было на консультацию отправить, на освобождение какое-то, значит, вот, потому что перегородки не спасают. Из практики, скажу, даже наоборот, даже. Даже наоборот. Там проще даже подглядывать, тебя не видят вообще. Вот официально священники имеют эти вот всякие глазки и щелочки для контроля. Дух контроля. Кто зашел, кто пришел. Смотрящий такой в церкви. Вот, значит, ну, чтобы мало ли, сколько прихожан там, значит, и так далее. И вот, но, причастников, но. Когда в соборе, я вам тайны всего даю, короче. Когда в соборе там отцы смотрят, там, о, какая пришла там пипка, ну, в обычных фильмах, передачах там. А вот такой-то пип, значит, и рассматриваются все, значит, подробности. И, понимаете, значит, на самом деле перегородки не спасают. Риза не спасает. Вот, и мне очень нравится, когда на Украине был такой очень известный в свое время реформатор и проповедник Григорий Савич Сковорода. Это еще во времена Екатерина II, в то время, 18-е столетие. И Григорий Савич, он много проповедовал. Он был простым, будем так говорить, светским, не церковным, таким, значит, светским, мирским, как бы, таким проповедником. И этому он дал всю свою жизнь, фактически. И интересная очень судьба, такая трогательная судьба. Но я сейчас к чему вспомнил о Григории Савиче. Знаете, значит, у него есть один рассказ, не рассказ, а письмо, вернее даже, письмо это было, в Лавру он написал, Кирпичевский, кстати, письмо такое. Ой, он там громил монахов, ой-ой-ой. Его бы казнили, если бы не покровительство Екатерина II, значит, и некоторых там сильных мира, того, тогдашнего. Вот, значит, но он написал примерно следующее в одном из стихотворений. О, Ориаса, ну, по-русски так звучит это. О, Ряса, сколько мало, сколько мало ты сделала людей святыми. И сколько много святых ты сделала несвятыми. Как так звучит мысль. И, значит, и когда ему предложили монахе Лавры быть монахом и быть епископом, значит, ну, принять священство, он говорил, что, значит, он сравнил оступническое в тогдашнем православии с вавилонским, значит, столпотворением, и говорит, довольно вас бы с толпов окаянных, если вы хотите меня увидеть с толпом в своей церкви. Вот, значит, и, конечно, это был реформатор, на самом деле, но мне очень понравилось, что он подметил, на самом деле, что Ряса не спасает. Внешний обряд, это, он не спаситель, на самом деле. Если бы Ряса спасала, то Иисус бы дал бы строгие указания о фасоне одежды для своих учеников. Вот только так, шаг лево, шаг право, расстрел. Все, значит, вот только так, и будешь спасен. Одевайся так, и будешь спасен. Как инструкция такая, была рассылка братьев, минонитов из Черкасса. Это минонитское, ну, раннее баптистское такое, братство такое, будем так говорить. И они делали рассылки такие, и нам прислали некоторые эти трактаты, которые они раздают у себя в Черкассах. И в одном из трактатов там оговорилась форма одежды для христианина и для христианки, что можно носить, а чего-нибудь носить нельзя. И там, значит, была нарисована такая монашка, как образец, значит, формы для христианки. Значит, косметика, но, значит, вот все должно быть закрыто так, что даже волосок, локоток из-под платка, это уже прелюбодейный лик, значит, образ, значит, и вот только так можно, иначе никак нельзя. Вот все должно быть закрыто, значит, и шляпа, и все остальное прочее. Вот некоторые братья баптисты, старые баптисты, говорили, что, или песятники, что, галстук мне носить нельзя, мужчине вообще, галстук, это якобы стрелка в ад. Тогда все либо-то, ну, вот так вот он был, сказал, какой-то другой бы. Я не знаю, не совсем в ад, так, короче, значит, вот, и, значит, и, вот, а, 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 а другие говорили, что, значит, наоборот, можно носить, этот галстук. Вы знаете, если бы в этом заключалось бы христианство, но не в этом, оно в духе, оно в истине, аминь. И обрезание, которое не по плоти, а которое по сердцу, вот оно, оно угодно Богу, и там будешь иметь похвалу от Бога, а не человека. И, друзья мои, я, значит, еще пару слов хочу, вот именно, не просто о пещерном монашестве, так как он, а вообще о монашестве, пару слов скажу. Именно как раз вот в этом периоде истории церкви, во втором периоде, оно зарождалось и формировалось, и достигло такого, ну, апогея своего. Вот именно во втором периоде истории церкви. Это очень большая проблема. Сегодня монашество, оно, конечно, оно распространено, но оно уже не такое, как бы, оккультное, каким было тогда. Но и сегодня в последнее существует большая проблема с этим, конечно, у монахов и монашек. Я имею ввиду религиозный оккультизм. Что я имею ввиду под религиозным оккультизмом? Это практика общения с умершими. Многие монахи, монашки, и сегодня даже, не только старые, вот того периода времени, но и сегодняшние современные монахи, монашки, убеждают народ в том, что они видят многих умерших святых, умерших родственников и бывших монахов, монашек и так далее. И якобы, ну, во сне видят их, некоторые говорят даже наяву, они, допустим, одна монашка, уже покойная, уже я ее хорошо знал, была такая старенькая бабушка одна, в Станшногорске, жива она под Москвой, и она говорила, что к ней являлась Богородица, лично, значит, являлась на кухне, была с ней, потом являлась ей Ксения Петербургская неоднократно, потом уже, когда шла речь уже о Николае Втором, государе последнем, я являлся уже государем, во всех регалиях, ординаты, все с усами, это, ну, дополагается, сон и государь. Вот, и так далее. То есть много было всяких видений, и я спросил, меня по поводу Ксении не спрашивал, но мне интересно было по поводу Богородицы, особенно, ну, меня это очень сильно цепляло. Я был тогда священником традиционной церкви православной, и я понимал, что есть состояние прелести, и я не хотел, чтобы, значит, ну, эта женщина была в прелести, в таком обольщении, как бы, и она говорила, да, являлась Богородицей, но она это не опишировала, конечно, она считала, как и все традиционные монахи, что это нельзя говорить всех, всем только лишь, как бы, по секрету, но всему свету. Понимаете, значит, одному другому сказала, и все это пошло-поехало. Молва распространяется быстро. Вот, и, значит, и порой даже наоборот, когда говоришь, не говори никому, значит, все, дальше распространилось быстро. И вот, значит, обратная реакция, да, и, вы знаете, она говорит, я захожу на кухню и вижу, женщина в черном сидит за столом, я говорю, а лицо, видели ее? Ну, лик, значит, ее видели, она говорит, нет, не видела, но я внутри понимал, что это Богородица. Ну, хорошо, а она как была? Она вся в черном была, значит, и платок был на самое лицо забил, на самый нос, лица не было, она была склоненная такая и сидела. А говорю, а что вы? Я постояла и ушла, говорит, зашла снова, на кухню ее нет уже. Ну, ладно, явилась Богородица, хорошо. Некоторые монаши говорят, и монахи, что им являются Богородицы, там, и святыки умершие, другие, очень часто даже, являются, значит, оставим это на их совести, значит, но, если человек на самом деле видит такие видения, друзья мои, которые просто, ну, непонятные, вот, зачем, для чего такие видения Богу показывать, тем более, умерших святых, или умерших людей, для чего, зачем? А ведь на этом строится цена теории. Я говорю сейчас не просто о некоторых старых монашках, монахах, монахах, дело в том, что доктрины церкви, многие рождались вот из таких вот вещей. У нас есть сейчас время, Есть, у нас все, у нас все. У нас есть. Друзья, вот, я на записки буду потом, значит, уже будут отвечать. вы все знаете о таком учении, сто процентов все знаете о таком учении, как, допустим, молитва за умерших. Поминки, молитва за умерших, вот все, что связано с мертвыми в церкви. Ведь в Писании ничего не говорится о молитве за умерших. Хотя, тема молитвы одна из самых основных тем Библии. То есть, что я имею в виду? Что о молитве говорится во всех книгах Библии. И больше того, не просто теории, есть еще и практика, есть написаны молитвы людей и молитвы самого Иисуса, в конце концов. То есть, это все записано. Мы можем учиться, например, этих молитв, мы можем иметь учение о молитве из книг Библии. Слава Богу! Но ни в одном примере молитвы и ни в одном учении о молитве нет даже и намека на возможность молиться за умершего, за упокой. Везде, где люди молились за других людей, они молились за живых людей, но не молились за умерших. Друзья, сегодня в нашей церкви, вот реформаторской православной церкви, в обновленческой, будем так говорить, некоторые говорят обнагленческой, но это именно обновленческая, если обнагленческая, только лишь в Духе Святом, только. А так значит, обновленческая, слово обновление, обновление. Так вот, в обновленческом православии, в реформаторском православии, мы не молимся за упокой. Некоторые очень смущаются этим фактом. Приходят в храм, допустим, в церкви наши, приходят в собрание, и у нас есть записки тоже. На входе, допустим, в некоторых общинах мы так и ложим записочки, там написано «За здравие», «За здравие», значит, и люди заходят, пишут имена, мы за них молимся, и так далее. Нужды, они записывают свои порой, мы молимся. Если их очень много, то служители выходят и молятся все вместе за эти нужды определенные. Если их немного, то поразвращаем к микрофону отдельно эти нужды и молимся за них. Друзья, или что-то такое сделано, вон выходящее, допустим, случилось такое, нужно помолиться все вместе. Ну, как бы вот и в церквях Евангельских вот так же молятся за нужды людей, допустим. И вот и за здравие молитесь, да? Но не за покой. У вас мощи-то, ну-ка. А что за коробочки сигаретов? В студию. Ну, ладно, потом разберемся. Отец Иосифа может что-то приклятывал на меня. Ну, вы знаете, скажу так, что, значит, дело в том, что, значит, молимся, мы тоже молимся за живых. И некоторые приходят и говорят, а почему же вы православные? Я говорю, да, православные, правоверные, как хотите называть, ну, правильно славяющий Бога, этим словом. А почему же вы не молитесь за умерших? И приходится очень часто так терпеливо, набравшись даже порой долго терпения, вот так объяснять, значит, что и почем. Почему мы не молимся за упокой? Я объясняю, как вам сейчас объяснял. Я также объясняю, что для нас учением, первым материалом для нашего учения является Библия, фундаментом нашего учения, а в Писании ничего не говорится за умерших. А тогда у человека вопрос возникает неизбежно, но ведь это есть в церкви, православной, католической, даже в протестантских температурных церквях есть, на Западе, допустим. А почему у вас этого нет? И я тогда объясняю, говорю, но это учение появилось не из Писания, а из религиозного культизма. И начинаем мы по полочкам все это раскладывать. Люди вразумляются, разъядаются. Как же появилось это учение, друзья? Опять-таки, через сны, через видение монахов. И, в общем-то, началось все, опять, это все было в этом периоде церкви, который я сейчас сегодня рассматриваю. Значит, второй период истории церкви, с 325-го, по 803-й год. В 4-м столетии был такой монах, его звали Макарий египетский. Это ученик, монах номер один, или основатель монашества вообще в мире христианском. Значит, основателем монашества кто был? Кто знает? Антоний Великий. Антоний. Родиной монаха является Африка. Африка. То есть, колыбелью монашства является Африка, африканский континент, а именно Египет, Эфиопия, Сомали, вот эти африканские страны, где зарождалось монашевское движение. Северная Африка и, частично, центральная Африка даже. Так вот, и первые монахи, они были все внешне, как вот ваш пастор драгоценный Джосеф, значит, да, они были не бледнолицые, а там нашкиры, как украинские, чернокожие. Дело в том, что, друзья мои, на иконах их рисуют белыми. Я одного батюшку спросил, знаете, допустим, на Руси тысячи лет подряд от пьянства от этого дела молятся, знаете, кому? Африканцу. Моисей Мурин. Значит, его икона продаются в любых храмах. Значит, я не знаю, у вас, в московских, но вообще в любом храме его икона есть. Вот, значит, и по всей Руси матушке тысячу лет его молились и молятся от пьянства. Ну, правда, в последние, где-то лет сто, последних, даже лет шестьдесят, сейчас за место этого культа, сейчас новый культ такой, вырос, так называемая неупиваемая чаша икона. Божья Матерь неупиваемая чаша. Но это уже новый культ, его не было. Сто лет назад мы даже не слышали даже об этом культе. Это уже новое, веяние такое, как бы, другое уже. Но до того, до конца девятнадцатого века, начала двадцатого столетия, и сейчас, в принципе, многие молятся Моисею Мурину от пьянства. Его иконы есть, его рисуют таким голубоглазым, таким кучерям, таким парнишкой, таким, значит, чуть не в косоворотке какой-то. Вы знаете, а он был африканец из Эфиопии вообще-то. Натуральный. Даже еще, мне кажется, чем даже ваш паста. Я проповедовал среди эфиопов, я проповедовал в общине эфиопской, и меня переводили на эфиопский язык, было очень даже интересно послушать самого себя на эфиопском языке. Но, но вы знаете, я даже видел Библию на эфиопском языке, очень-очень интересные, там такие буквы такие интересные, очень похожи много на армянском, что-то на меня показалось вначале на грузинском, что-то. И вы знаете, а его рисуют белым. Я одного батюшку спросил, ну а почему? На Западной Украине нарисовали, ну, прям на, как назвать это, ну, как колонна такая, полуколонна такая, и на ней прям нарисован в полный рост, ну что-то, Моисей Мурин, ну, выглядит ли такой ширый украинец? А почему? Ничего там нарисовали ему? А он мне там типа такого сказал, что здесь всех прихожан распугаем, во-первых, если они придут в храмы, и там, скажем, куда христиану деваться? По телевизору африканцы проводят, в церквях африканцы, что делать? Вот, значит, и, чтобы не пугать, как бы, население, значит, африканцами, но рисуют их тоже самое святая мужчина Екатерина, значит, ну, вообще, в календаре православной церкви, русской православной церкви, около 30-ти африканцев, чернокожих, но всех их на иконах рисуют, угадайте, какого цвета? Белого. Очень интересная история, конечно, такой скрытый расизм, такой, я здесь попахиваю, такой, попахиваю скрытым, скрытым расизмом, но я думаю, что скоро иконы будут новыми. А вот, зачем иконы? Не пугайтесь, друзья, икона не для поклонения, а как иллюстрации, как картины из Библии, допустим, из истории церкви, допустим, фрагменты такие, и когда люди увидят иконы не такие вот, с такими этими ореолами, с такими умильно-дебильными такими лицами, непонятными вообще-то, и вообще, как Ленин сказал бы, о них страшно далеки они от народа, значит, вот, а, значит, когда увидят нормальную живопись и нормальные темы, я даже предлагал братьям, говорю, почему не нарисовать Иисуса, значит, ну, в нормальной одежде, значит, и апостолов, значит, ну, уже в чем-то таком, нашим уже, современным, значит, и сделать их лица улыбающимися, ну, как бы, ну, своими, значит, и вообще, значит, более доступно и понятно сделать, это все для современного человека, вот, и, я думаю, это будет все, аминь, но, значит, на самом деле, не для поклонения, а для иллюстрации, и для, на самом деле, оформления, но не для поклонения, ни в коем разе, и местописания, чтобы были, ну, не просто такой кириллицей, а вот, чтобы было читабельно, понятно, чтобы это было, значит, ну, крупно и внятно написано, на русском языке, на украинском, но чтобы было понятно читаемо все это, не вязь старая, которая непонятна все время учитать, ну, попробуй это обракотабу прочитать, что такое там подразумевалось, в древности, не поймешь ничего, слава Христу, друзья мои, и вот, о чем вот я, о монашестве, так, надо не забыть об этом сказать, первым откровение о молитве за умерших получил Макарий Египетский, нет, у меня его нет, к сожалению, сейчас фотографии, есть картина такая, Макарий Египетский с черепом, в другом компьютере осталось, к сожалению, потрясающие картины, монах сидит в пещере, и смотрит на череп, значит, и как бы с ним беседует, вот милая беседа, с черепом, с человеческим черепом, вот, но это не просто картина художника, а вы знаете, на самом деле, оказывается, в житии Макария Египетского есть такой эпизод, он называется беседа Макария с черепом, Макарий Египетский, он официально святой считается, православной церкви, кстати, и у готовников тоже, и вот Макарий Египетский, он путешествует по пустыне, не имел собеседника, будем так говорить, и вот, одного лишь он нашел, и тот мертвый, череп нашел человеческий, и вот он вызвал дух этого умершего человека, чтобы с ним побеседовать, в пустыне, видим он, Писание, либо не читал вообще, либо игнорировал, сознательно, авторитет Библии, потому что Писание запрещает контакты, подобные с умершими, Писание, спиритизм осуждает, и в Старом Завете, когда, значит, было очень все жестко, и, возьмите за грех, как говорится, смерть, дальше еще не было написано, значит, что дальше, вот, и, друзья, за этот грех, также полагал смерть, для тех евреев, которые вызывали умершего, и общались с умершими, или же общались с вызывателями умерших, друзья мои, и Макарий Египетский, он стал вызывать этого духа, и он вызвал, какого-то духа, но явно это было уже не умерший, понятное дело, здесь бесы имели общение с ним, а вообще, Павел Апостол, помните ли вы, он написал в Каринфе, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, что общего у Христа и Велиара, какая совместимость, с Храма Божьего, с идолами, на самом деле, у Света сосьмой, какое может быть общение, и если ты Свет, в тебе не должно быть этой оккультной тьмы, и если имел общение с умершими, если, допустим, это даже христиане говорят так, что вот мне во сне является, является, является умерший, я не могу ничего поделать, наше дело, стоять в истине, и не подаваться ни на какие провокации, здесь дьявола, и не подаваться на соблазны определенные, когда мы слышим, допустим, даже имитацию голоса нашего умершего, нашего родного, его повадки, его там какие-то детали из биографии, даже малоизвестные, мы на это не должны покупаться, потому что дьявол ищет любого способа внимания наших привлечь к себе, и на самом деле нужна молитва, освобождение в это направление, и жить в свободе, свободном от этих видений, зачем нам это все, и друзья мои, им Амакарий стал общаться с этим духом, и знаете, для чего он, оказывается, вызвал этого духа? Ему интересно было узнать, может ли повлиять живой человек на посмертную судьбу умершего, может ли он молитвами своей, допустим, Богу, повлиять на его загробное состояние, допустим, если он попал в ад, мучиться, душа, может ли молитвами вывести его из ада, чтобы он меньше страдал, хотя бы так, а или же, можно ли вообще его спасти молитвами, постепенно, постепенно вывести его, прям привести его в раме, чтобы Бог его простил и принял в раме, ну, этот дух, с кем общался Макарий, рассказал все буквально по сердцу Макария, оказывается, и можно, и даже нужно это делать, и Макарий был, значит, в восторге этого от своего откровения, понимаете ли, и, кстати, довольно интересно, с кем он связался, значит, даже согласно официальному житию Макария Египетского, он общался не с кем бы то ни было, а с духом умершего жреца оккультной языческой религии, египетской, который умер, и согласно признанию этого духа, находился на самом дне ада, и мучился, значит, что хорошего мог получить Макарий, из даже вот таких, даже, хорошо, возьмем даже, поверим, официальной церкви, современноступнической, поверим этому, и согласимся, что он видел именно, и общался именно с духом умершего, находящегося на самом дне ада, чему этот бывший жрец, оккультный, может научить христианского монаха, но ничего хорошего явно, и, друзья мои, но на самом-то деле, здесь не был дух этого умершего, этого жреца, оккультиста, сатаниста, а здесь было общение с бесами конкретное, которые при жизни контролировали жизнь этого жреца, жреца, и потому бесы могут знать подробности биографии некоторых наших умерших, очень весьма серьезной, подробной даже, особенно тех, кто был невозрожден, они их жизнь знают очень даже хорошо, друзья, Макарий, не только умеровал сам в это откровение свое, но он стал распространять это откровение среди тех, кого он встречал, живых, допустим, с монахом, таким же, он говорит, представляешь, у меня что было, было так было, и у меня такое откровение, вот такое и такое, и правда, в четвертом столетии, не пошло это учение в церковь официально, то есть официально церковь не принял это учение, и дело в том, что это в силу было некоторых таких обстоятельств, потому что monacheство в четвертом столетии, оно не являлось частью официальной церкви, самое интересное, это было такое, ну как бы, грубо говоря, партизанское такое движение, это было движение самостоятельное, это было параллельной церкви, но это было не в церкви, они были сами по себе, и церковь их не контролировал даже, даже епископы, их не знали чаще всего этих монахов, Они сами с собой там селились, сами с собой, значит, потом вместе селились. Кстати, вначале монахи были такие вот, ну, настоящие монахи, от слова монос, одиночки. А потом, опять-таки, в Эфиопии был такой монах, его звали Пахомий. Пахомий, это ему принял уже в Клещении. Я не помню его настоящего имени, похоже на Дисабебу, что-то такое. Значит, но, вот, но, вот, и этот Пахомий, он основал первый в истории христианства монастырь. Опять-таки, родненные монастыри, и стала, опять-таки, Африка, река Нил, на дом из островов. Он поселился со своими друзьями, коллегами-монахами. И они поселились и построили монастырь. Ну, как, такие, как бы, бегвамы, палатки такие, короче, построили. Жили в них, и обнесли все это забором, вот, и занимались рукоделием. Огород, домашние животные, птицы, значит, ну, как бы, вот, жили вот этим уже. Вот, и они попали в очень серьезные оккультные проблемы. Из-за того, что оторвались от авторитета Священного Писания. Пусть Господь помилует нас, друзья, и изучающих сегодня вот эту тему, пусть Господь вразумит, наставит на путь истины. Как Наби, помните, он говорил в салмах, Господь зрит, не на опасном ли я пути, и наставит меня на путь вечным. Аминь. Пусть на пути вечном будут наши стопы. Пусть ни вправо, ни влево не уходит наша душа с пути Евангелия. Иисус сказал, что я есть путь истинной жизни. Он есть путь, внимание, на этом акцентирую. Он не просто, он не сказал, я есть эскалатор царства. Вот зашел, наступил на него и уже все. А путь, это значит идти нужно, прилагать усилия, но не сбиваться. Это может сбиться с пути. Есть такие, как написано в Писании, духи заблуждения. Помните, у Иоанна написано? Есть дух истины, а есть духи заблуждения. Друзья мои, это как Иван Сусанин какой-то, который пытается заувлечь, обольстить, всяким ветром мучения сбить с пути. Пусть Господь утвердит нас на пути Иисуса Христа. Он не только теоретический путь, друзья мои, он и практический путь. Он сам прошел этот путь. И все возможно верующим в Него. Встанем, возлюбленные мои, и завершим такую молитву. Давайте скажем так сейчас, все вместе. И наши дорогие слушатели, зрители, также с нами совершите эту молитву. Давайте скажем так. Мой Небесный Отец, Мой Небесный Отец, Наш Святой Бог, Наш Святой Бог, Во имя Иисуса, Во имя Иисуса, Я благодарю Тебя, Я благодарю Тебя, За Слово Твое, За Слово Твое, Которое есть истина, Которое есть истина, Я благодарю Тебя, Я благодарю Тебя, За Иисуса Христа, За Иисуса Христа, Мой путь, Это Иисус, И лишь в Нем, И лишь в Нем, Мое спасение, И ни в ком другом, Я не ищу, Я не ищу спасение, Лишь в Тебе, Мой Бог, Аминь.